Путешествие со смыслом Новым смыслом, новым образом начали размышлять И с Денисом, готовясь к сегодняшнему разговору Знаете, даже когда за чашкой чая мы общались Такое количество вещей вдруг оказались очень органичными Что даст нам соединение поезда, путешествия и книги Как себя в этом могут обрести писатели Что могут от этого получить наши города Как могут зажить библиотеки И вот обо всем этом мы сейчас и поговорим Я под ваши аплодисменты хочу пригласить сюда участников этого разговора Денис Котов Организатор и выдумщик, мне кажется И самый главный революционер книжного маяка Вот так я сказал, в хорошем смысле С нами в режиме онлайн будет Максим Лунев, начальник департамента корпоративных коммуникаций РЖД Мы скоро, я понимаю, Максима увидим здесь на экране Сюда на сцену я приглашаю Сергея Переслегина Российский литературный критик, публицист, исследователь, теоретик фантастики Человек, который много знает про завтра и послезавтра За что, мне кажется, вас, Сергей Борисович, сильно ценят и любят слушать и читать Я с удовольствием приглашаю сюда Анну Литвинову Кандидат филологических наук, автор популярных романов Анна, вы же тоже совершили путешествие, чтобы прибыть к нам сюда, я прав? Да, может быть, мы в одном поезде даже ехали Ах ты, и вот же ж Но встретились здесь, на этой сцене, на маяке Александр Мясников, историк, журналист, писатель, сценарист документальных фильмов И человек, который реализует проект «Россия. Моя история» Значит, у нас как раз есть ролик, который о проекте мне подсказывают Поэтому сейчас я говорю, внимание на экран, давайте посмотрим Спасибо Подкрепили всю нашу историю визуально А мы это дополним нашими фантазиями еще Но я также жду на этой сцене Ксению Горячеву, депутат Государственной Думы Первый заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию Прекрасно, это все, кто здесь с нами в зале Еще один участник, Юлия Зайкова из Комитета по развитию туризма Будет с нами в режиме онлайн тоже Я прошу тогда вначале, Денис Рассказать, как ты видишь эту историю Для меня вообще это удивительное открытие И считаю, что это одна из тех идей, которая не только начнет реализовываться в самое ближайшем будущем Но она может многое изменить Пожалуйста Да, когда книжный маяк начинался, мы еще не в полной мере понимали Те магические способности и возможности, которые обретет это событие И свет маяка в какой-то момент времени привлек российские железные дороги И в процессе обсуждения как раз с Максимом Луневым, директором департамента по коммуникациям российских железных дорог Возникла мысль и понимание, что путешествие на поезде и путешествие со смыслом с книгой на поезде Это абсолютно органичное пространство, абсолютно органичная культура Которая подспудно существует Но она может стать достаточно центральной и явно выраженной именно в России В стране, где огромные пространства, где десятки миллионов людей путешествуют на поезде С одного края на другой, с севера на юг, с запада на восток И как раз российские железные дороги как оператор, можно сказать, культурный оператор Который потихонечку формирует культурную линию, повестку, новые сервисы Заинтересовался тем, чтобы книгам в бумажном виде, электронном, в аудио Было больше места в пространстве железных дорог И не только железных дорог, но и самих вокзалов Потому что, разговаривая с руководителем всех крупнейших вокзалов Российской Федерации С Георгием Геворкианом Мы поняли, что они интуитивно делали буккроссинг Естественный книговорот литературы в природе на базе вокзалов И мне кажется, что наше книжное сообщество, библиотечное, книгоиздательское, писательское Сообщество книжников, которые продвигают книги и чтения вокруг себя В соединении, в химическом таком или алхимическом соединении с российскими железными дорогами Дадут совершенно уникальные новые культурные эффекты И, по сути, пространство путешествия становится процессом познания Процессом погружения, процессом освоения русского языка Процессом соединения смыслов с территорией А весь туризм строится на том, что у территории есть смыслы И они привлекают движение людей Если у территории нет смыслов То туда можно приехать, подышать свежим воздухом Посмотреть на красоты Это тоже очень важно и очень ценно Но на книжном маяке мы работаем в основном с читателями А это более 60% жителей Российской Федерации И вот как раз смысловой туризм для читателей С книгой на поезде С книгой о том регионе, куда ты едешь И как раз проект «Книжные маяки России» Где связующим звеном будет такая книжная экспедиция на поезде С из Петербурга во Владивосток Она становится уже таким знаковым событием В которое погружается все большее и большее количество людей То есть хотели бы мы, чтобы в нашей стране Все большее людей увидело смысла в своей жизни Стало этим смыслом И таким образом и экономические процессы И культурологические процессы начнут двигаться быстрее А мы для этого просто создаем условия Договариваемся с библиотеками Железными дорогами, вокзалами Писателями, издателями Спасибо, значит, вот эта история, которая станет моделью Она произойдет в августе месяце А мы сейчас потратим где-то минут 40 нашего времени На то, чтобы в режиме немножко мозгового штурма Подумать, как нам вот эту ассоциацию Дорога, книга Поезд, книга Сделать реальностью У нас для этого есть все, что необходимо И даже я уже вижу, что с нами на связи Максим Лунев Максим Михайлович, добрый день Слышите вы нас? Добрый день, да, слышу Слышите ли вы меня? Да, отлично И вас слышит вся прекрасная аудитория здесь В большом зале музея РЖД И огромная аудитория онлайн, которая смотрит трансляцию Я прошу вас поделиться, как вы на сегодняшний день Видите вот это соединение книги и железной дороги Пожалуйста Я рад всех приветствовать в нашем прекрасном музее Потому что на самом деле это определенная квинтэссенция Нашего подхода к истории, культуре и смыслам Наш музей о том, что мы чтим историю нашей отрасли И не только ее Я надеюсь, что у вас была возможность ознакомиться с экспозицией И увидеть пересечение, глубочайшее пересечение отечественной культуры С историей железнодорожного транспорта Если у вас такой возможности еще не было Я очень рекомендую вам по завершении сегодняшней дискуссии Пройтись по музею и посмотреть, он того стоит Я хотел бы прямо сначала начать с слов благодарности Дениса Скотова За то, что он предложил эту дискуссию И вообще посмотрел на железную дорогу Нетривиальным взглядом культурного пассажира Потому что на самом деле Всегда нужен кто-то Извините, по-хорошему безумный Который готов свернуть горы Потому что когда речь идет о такой структуре, как РЖД Вообще железная дорога Есть определенный консерватизм Который должен быть преодолен И когда появляются такие партнеры, как Денис Вероятность этого гораздо выше Что касается непосредственно нашей темы Путешествия со смыслом Ну, в общем-то, на самом деле Для начала скажу Обозначу цифру Что у нас по железной дороге Только в 2022 году проехало Примерно 1 миллиард 100 миллионов пассажиров Понятно, что львиная часть из них Это люди, которые проехали на электричках Но, тем не менее, это та аудитория Которая находится у нас в периметре Наших интересов и возможностей До которых мы можем дотянуться И, имея такую аудиторию Мы в свое время попытались ответить себе на три вопроса Вопрос первый Путешествия – это куда? И в этой части мы начали последовательно решать Развивать тему железнодорожного туризма Последние три года мы создаем новый продукт Железнодорожные поезда туристические Которые ездят по различным маршрутам И дают возможность нашим соотечественникам Знакомиться с историей конкретных регионов С культурными особенностями конкретных мест И находить для себя новые яркие смыслы Не просто в путешествии А именно знакомиться с определенными местами Пребывания И это, соответственно, было первым таким этапом Куда мы едем? Второй вопрос, который мы задали себе Это что мы можем дать нашему пассажиру Пока он едет в этом путешествии Или вообще в любом другом путешествии И здесь как раз это, наверное, предмет дискуссии Которая сегодня будет у вас в музее Потому что мы считаем, что эти смыслы Надо собирать коллегиально И они должны быть максимально верифицированы Потому что тот коммерческий продукт Который сейчас есть на рынке Он все-таки про определенные коммерческие смыслы И про, скажем так, доходность На вложение в той или иной инструмент культурный Мы хотели бы, чтобы в этом плане Пассажиры, безусловно, могли И познакомиться с коммерческими продуктами Но в этом плане могли также И воспользоваться возможностями Более широкими и более осмысленными Вот мы с Денисом обсуждали, например, сделать Например, золотую десятку книг для путешествия Или сделать этот список еще более широким 20 книг или 50 книг Это обсуждаемо Вопрос только в том, что должна быть четкая критериальность Отбора этих книг И здесь мы, в общем-то, считаем Что именно культурное сообщество должно предложить Подходы к этому Ну и третий, безусловно, вопрос Это новые форматы Потому что, с одной стороны, конечно, прекрасно Когда мы держим в руках книгу И я, наверное, 98% книг читаю до сих пор В бумажном варианте Но знаю, что, например, молодежь И мои дети, например, читают в электронном формате Им это предпочтительнее Значит, мы должны давать новые возможности Новые инструменты, форматы Которые бы давали возможность Пользоваться той же самой книгой Но в новом прочтении Но вот Денис вспомнил в своей речи Боккроссинг В этом плане мы также хотели бы Не только про новые форматы Такие, как электронные Поднять вопрос Но и такие форматы, как тот же самый Боккроссинг Потому что мы запустили этот проект Еще в 2011 году И, к сожалению, у него были как периоды взлетов Так и падений Потому что, к сожалению, в этом плане Немногие пассажиры готовы расстаться с интересной книжкой Для того, чтобы оставить ее Своему потенциальному товарищу Будущему пассажиру И здесь вопрос может быть Как раз привлечь Библиотечное сообщество И найти выходы Так, чтобы Наши вокзалы Которых много Которые пропускают через себя Большое количество Гостей И не только пассажиров Но и тех, кто провожают Или встречают Чтобы в этом плане Боккроссинг Обрел больше смысл И больше охват Поэтому Здесь я тоже к новым форматам Отнес бы еще и Упомянутый формат Боккроссинга С точки зрения его Будущности И форматности Не только В конкретных Регионах Но и по всей Нашей сети По всей стране Вот, наверное, то, что я хотел сказать Да-да, спасибо Я просто как раз хочу уже Подключать других участников Если у вас есть возможность Оставаться с нами на связи Я бы еще потом вам задал вопрос Хорошо? К сожалению Вот, к сожалению, нет Потому что у нас поезда ходят По расписанию Как уже тут обыгрывалось Поэтому я вот вынужден буду покинуть В связи со своим графиком Но я готов буду потом В каком-то формате, например, ответить На вопросы И на странички книжного маяка И представить ответы Спасибо Я тогда, знаете, что скажу Денис точно совершенно Потом донесет до вас Те идеи, которые Родятся сейчас у коллег Чтобы это Я даже скажу Жестче Максим Михайлович Может Включить Трансляцию Нашего мероприятия И в телефоне Видеть Все, что здесь происходит А потом посмотреть В записи И передать записи В том числе и руководству Я думаю, чтобы Все поняли Что Есть большое книжное сообщество Заинтересованное в развитии Железных дорог И книжных сервисов Спасибо Я благодарю вас Максим Лунев Начальник департамента Корпоративных коммуникаций РЖД Коллеги Сейчас вернемся в зал Сюда И я прошу Буквально по минуте Полторы Каждого высказаться Бросить идею Которая дополнит Вот эту картину Мы еще раз скажем Говорим о том Что вот человек Покупает билет И может быть Сразу получает Какой-то купон На скидку В книжный магазин Человек Оказываясь В пространстве вокзала Должен сразу Получить эту ассоциацию С книгой Которая тоже Должна оказаться здесь Ну и так далее И так далее Сергей Борисович Прошу Ну когда-то Когда я путешествовал В Москву И из Москвы Я каждую поездку Пользовался Такой возможности Тогда на Ленинградском вокзале Москвы Были настоящие Книжные развалы Те самые Где чего только не было За любые деньги От нуля до бесконечности И практически Не было случая Чтобы что-то там Не купилось по дороге Сейчас все стало Гораздо более цивильным А это означает Что выбор Такой же Как в нормальном Книжном магазине Цены Пожалуй Что повыше будут И ты начинаешь думать Так ли уж тебе это нужно Возможно как раз Этому делу Я имею ввиду Книжному обмену В поездах Не нужна организованность Там должна быть Что-то такое Исключительно свободное Как это у Саймака Помните В заповеднике гоблинов И все эти Насекомые Падают Вель В правильном И изумительном Беспорядке Вот этого Беспорядка не хватает И второй момент Когда путешествуешь На поездах А это совсем другое Чем авиация Другое настроение Другое чувство времени Может быть Нужно думать О библиотеках поездов И даже О библиотеках вагонов Потому что В этом случае Взять книжку Посмотреть ее за ночь И вернуть обратно Ну да Журналам это тоже неплохо Но книга Это другое В той же красной стреле Такой услуги Очень не хватает Спасибо Спасибо Анна Прошу вас Я вот хочу придумать Что-то вот Очень-очень-очень Крутое Но пока У меня знаете Какая возникла мысль Все-таки поезд Это не только Место для чтения Хотя В поезде Действительно Соглашусь Лично мне Читается Как-то Даже комфортнее Чем в самолете Под стук колес И даже освещение В поезде Какое-то более удобное Для книг Я бы обязательно Обратила внимание На детей И на возможность Родителям Пообщаться с детьми Используя Вот это вот Время в поезде Потому что Когда мы Все бежим В обычной Нашей жизни У нас Не хватает Времени Почитать книгу Детям И как раз Вот в поезде Я много Путешествовала Со своими Детьми Разного возраста И я Им всегда Читала И придумать Какие-то Скидки Для тех Мам Которые В вагоне Не суют Детям планшеты Не говорят Отстань от меня Я буду пить пиво А которые Читают ему Пушкина Или Любого другого Хорошего автора Спасибо Спасибо Александр Я вас еще прошу Прокомментировать Вот какую историю А могут поезда У нас Открывать нам Другую страну Для того Чтобы мы Проехали Так же Как когда-то Антон Павлович Чехов Для того Чтобы мы На поезде Прибыв В какое-то место Открыли бы Благодаря книге Что-то Про это место Это вообще Новая география Такая книжно Железнодорожная География Знаете что Я езжу Исключительно Не исключительно Чаще всего На Сапсане Поэтому Про ночной поезд Мне тяжело Говорить Что касается Железной дороги То например На Сапсане Они сделали Просто прекрасную вещь То о чем Мечтают всякие Прочие люди Это Пожалуйста Ты нажимаешь На кнопочку И ты слышишь Историю всех мест Которых ты проезжаешь Это совершенно замечательно Вот Но я хочу сказать Вот что Значит Я не в состоянии Что-то такое придумать Я вам все-таки Другая профессия И голова Я могу вам сказать одно Что например В Сапсане Я Прослушал Я читать не могу Потому что когда поезд трясется Я ничего читать не могу Но я Есть книги Которые вы никогда Не прочитаете Ну никогда Не потому что вы не хотите А потому что у вас нет времени Вот скажи мне честно Ты читал Миклуха Маклая Пребывание на острове Нет Я не вас Я ведущего Роман меня зовут Не ты читал Нет Дело все в том Что я к тому Что есть вещи Которые До которых Просто в нормальной жизни Руки не дойдут Я С таким удовольствием Послушал Вот это самое Путешествие Миклуха Маклая Начиная с того Что я выяснил Что он там был не один А у него там было Двое слуг И прочее То есть я не буду В библиотеке ее брать Я не буду ее покупать Потому что у меня Масса всего другого Я к тому Что вот наверное Должны быть все-таки Какие-то Я понимаю Что Денис хочет Чтобы были какие-то Там избрать Там 10-20-30 книг Но мне кажется Что вот Среди этих книг Я не имею Детские там С мамочками Это отдельная история Книги, которые Ты не будешь Вот просто так читать Понимаешь А там у тебя есть Возможность Познакомиться Совершенно Я не По поводу коллег Не говорю С удивительными Совершенно вещами Понимаешь Это шанс Да Спасибо Ксения Я продолжу тогда Немного В рамках парадоксальной Логики Я считаю Что такая Любовь к книге Как и любовь к родине Она все-таки Формируется Через Столкновение Жизни С этой самой Родиной С этой самой Книгой Поэтому мне очень нравится Идея о том Что если ты куда-то Приезжаешь Тебе еще говорят Что об этом есть И книга есть И вот есть Большой проект Сейчас Больше чем Путешествия С молодыми ребятами И это как раз Про связь Что может случиться Вот Маяк уже Объединяет Очень много Сообществ Которые Как-то кооперируются Вокруг такого Книгочтения Книголюбия Обсуждения В книжных клубах Но хотелось бы Чтобы привлекались Еще и другие сообщества Сейчас РЖД появилось И есть прекрасный проект Больше чем путешествия Который организуют Мои хорошие товарищи И они как раз таки Недавно обращались К литературному сообществу Затем Чтобы те Рассказали А какие герои У разных целевых аудиторий В книгах есть Чтобы они могли Эти самые маршруты Путешествий Составить таким образом Чтобы наши молодые ребята Открывая для себя Любой регион страны Могли столкнуться Лицом к лицу С тем же Достоевским На улицах Петербурга И пройтись по улочкам Где происходили Те самые события Которых мы читали И вот если мы Вот эту любовь к книгам Будем немножко Обходом формировать Это тоже не страшно И то самое путешествие На поезде Это ведь тоже про это Что мы не в прямую Книгу выдаем А мы завлекаем Через разные форматы Через разные диалоги В том числе В этом же самом поезде За чашкой чая Когда тебе после Хочется книгу Прочитать Потому что она будет Ассоциироваться С этим очень таким Чувственным Жизненным моментом Который твое сердце Открывает Спасибо Это вообще Про развитие территорий Тоже Да И да 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 Я помню У нас Есть сейчас Связь с Юлией Зайковой Слышите ли вы нас Юля Добрый день Здравствуйте Вы меня слышите Да Вы с нами Прекрасно И все работает Я еще раз Для нашей аудитории Вас представлю Начальник отдела Региональных и международных Проектов Комитета по развитию Туризма Санкт-Петербурга Юлия Пожалуйста Ваш взгляд На возможности Я хотела бы рассказать о том Что Санкт-Петербург Как крупнейший Туристский центр Литературный центр И при этом Транспортный узел На северо-западе России И в России в целом Конечно Сочетает в себе Все возможности Для путешествий С книгой И В прошлом году Мы приняли Больше 8 миллионов Туристов И Больше чем 42 процента Из них Приехали к нам Именно на поезде И Что Хочу сказать Еще Важного Из Нашего Межрегионального Сотрудничества Мы Развиваем Проекты С Северо-западным Федеральным Опругом И С Различными Городами И регионами Страны В том числе Проект по развитию Совместного Маркетингу С Москвой Два города Миллион впечатлений И Туристы Из этих Регионов Тоже приезжают К нам На поезде И Читают Книги В путешествиях Сейчас Становятся Все более Более важными Туры Выходного Дня Недельные Туры Событийные Комплексные Туры И Туры В формате Поезд Отель Когда Путешественники В рамках Своего Досуга В том числе Уделяют Внимание Литературе И Это Большая Часть Личного Турецкого Опыта Это Уникальный Вид Путешествий И Невозможно Было бы Использовать Возможности Конструктора Путешествий Санкт-Петербурга По маршрутам Серебряного Санкт-Петербурга 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 Скоростной Поезд Ласточка Курсировал Между Городами Балтийский Вокзал В прошлом году Прибывал Балтийский Рейс На круговом Поезде Культурный Петербург Поезд Деда Мороза В этом году Тоже Посетил Наш город И хотелось бы Сказать Что Больше 80% Туристов Которые Выбирают Путешествия В современном Комфортном Поезде Возвращаются К жизнедорожным Туризам И становятся Постоянными Клиентами Мы совместно С ВВСС С Пулково Аэропортом Пулково И с Российскими Железными Дорогами Продолжаем Работу На создание Универсальной Сети Туристских Мультимодальных Перевозок Которые Позволят Стимулировать Гостей И возвращаться В наш город И Логистически Связанные С ним Другие Туристские Направления России И Конечно же Что привлекает В нашем городе С точки зрения Развития Литературного Туризма Это то Что На протяжении Многих Веков Санкт-Петербург Являлся Городом Который Вдохновлял Писателей И поэтов На гениальные Произведения У нас Больше Библиотек Больше 200 музеев Театры Концертные Залы Кинотеатры Спасибо Да-да-да Спасибо Я просто Представил Вы сейчас Если расскажете Все про Петербург Мы часов до 9 Тогда Будем погружаться В культурную жизнь Извините Я просто должен Вернуться Сейчас к Блиц-формату Здесь у нас Юля Очень ценно Что вы нам Обозначили Те поезда Которые Новые проекты Которые заработали И они Уже Каждый из них Получил собственную Некоторую окраску Это отдельные проекты Спасибо Я сейчас возвращаюсь сюда Денис Но Как Ты видишь Эту цепочку Потому что Очень важно Что мы говорим От момента Идеи У человека Воспользоваться Железной дорогой Там условно Покупки билета Прихода на вокзал До попадания Во Владивосток Что еще здесь Не было названо На мой взгляд Самое главное Чтобы Память о книге Была очень близко К человеку Чтобы она Не терялась Вот В этой суете Рабочей И деловой Которая Расфокусирует Человека Совершенно В другую Функцию Превращая Его По сути В винтик Определенных Механизмов Когда человек Свободен Вот этой инерцией Ведь все мы Мечтаем о том Чтобы читать книги Представляете И мало Кто из нас Достаточно Зарабатывает И достаточно Свободного Времени Имеет Для того Чтобы позволить Себе 12 20 50 книг И больше Поэтому Конечно Главная составляющая Это постоянно Напоминать И в точке Заказа билета И в точке Прихода на вокзал И в точке Входа В поезд Например Если Кондукторы Которые встречают Будут спрашивать Не только паспорт А спрашивать А какую книгу Вы взяли Сегодня с собой В дорогу Вы без книги Мы не пустим Вас в поезд Нет Мы пустим Вас в поезд И даже дадим Нашу книгу Но в следующий раз Не забывайте Что к билету Надо обязательно Брать с собой Книгу Да Потому что Это ваше время Уникальное Да Которое вы потратите Либо впустую В мобильном телефоне Что вы делаете Каждый день Либо Соответственно Проинвестируете В себя Смыслами И текстами И мне кажется Что такая Книжная аптечка Действительно Не только библиотечка А именно Книжная аптечка Должна быть В каждом вагоне Чтобы оказывать Первую помощь При таких заболеваниях Как острая И хроническая Литературная недостаточность А именно Эти диагнозы Сейчас распространяются Широко Они ведут К культурной Идиотии И для того Чтобы У нас не было Пандемии Этих страшных заболеваний Конечно же Книжная аптечка В каждом поезде И вагоне Должна быть В этот момент Наше собрание Превращается В медицинский консилиум Продолжим Сергей Борисович Но Знаете Я читал Не так давно Данные о том Насколько За последние Буквально Два-три года Изменилось Потребление информации И люди Стали предпочитать Формат Видео Что понятно Да Они так сказать Даже в соцсетях Которые Так сказать Мы скролим Уже там люди Не хотят Прочесть абзац Или два текста А скорее Хотят посмотреть Короткое видео Мой вопрос В этом светлом будущем Чем книга Сможет Себя защитить И почему Человек будет делать Выбор В пользу книги Это видео Надо себя защищать И это очень Серьезная проблема В значительной мере Как прогностик Я и занимаюсь Базовая проблема Видео Заключается в том Что плотность Видео информации Структурированной информации Все еще В десятки раз Меньше Плотности Книжного текста А отсюда Видео Безусловно Может дать информацию Но недостаточную И второго сорта Это не всегда Будет так Ситуация Это я надеюсь Будет меняться Видео Новая возможность Мы просто До конца Ей не умеем Пользоваться Но я не могу Не обратить Ваше внимание Что с книгой Было так же Наша цивилизация Стала письменной Цивилизацией С памятью о себе Чуть более Пяти тысяч лет назад И более Двух тысяч лет Письменность Использовалась С крайне низкой Плотностью Задачей ее было Где находится Сколько Каких сосудов С каким маслом И кому они Принадлежат Кто кому Сколько должен В самом лучшем И редком случае Что такого великого Сделал данный фараон Очень важно Что первая Дошедшая до нас Книга Была книгой Странствия Это Одиссея Но Одиссея Это 8-9 век До нашей эры То есть Момент Изблеснения Письменности Прошло более Двух тысяч лет Да, конечно До этого Были Египетские книги До этого Были мифы Но именно Книга Впервые Была книгой О путешествии Я хочу сказать Что и с тех пор Практически Любая книга Это книга О путешествии Причем Что такое путешествие Вы можете уйти В другое пространство В другое время И в другого себя Видео вам великолепно Дает другое пространство Довольно сомнительно Дает другое время И никогда не дает вам Другого себя Это то преимущество Которое за книгой Останется очень и очень надолго Мы можем Стать цивилизацией Видео Но в основу Видео Всегда будет положена Книга Как в основу Цивилизации Книги Была положена Память Мне мазина Мать всех Мус Никуда отсюда Не денешься С книгой То же самое Я очень люблю Цитату Сын Херста Великого газетного Магната Спросил Папа Почему ты заставляешь Меня читать Мы же с тобой Газетные магнаты На что папа Ему ответил Потому что Человек Который читает Книгу Всегда будет управлять Теми Кто читает Газеты Я уж не говорю О тех Кто смотрит Телевизор И вот это Отдельный Совершенно для меня Принципиальный момент Но вернусь К предыдущему вашему вопросу К транспорту Я не случайно Сказал 2800 лет С первой Настоящей книги 200 лет Железным дорогам 100 лет Авиация На самом деле Почти все время Мы жили Вне пространства Путешествий Но сейчас Мы попали В совершенно Другую ситуацию Путешествия Стали комфортабельными И путешествия Перестали быть событием Знаете Что это дает Это дает Совершенно Невероятную Возможность Ни одна страна Еще ее Не использовать В полной мере В самолете Этого нет В самолете Ты остаешься В прежнем времени Входя в состав поезда Особенность Это хороший поезд С хорошим комфортом Ты выходишь Из времени мира И пока ты из него Не вышел Ты находишься В межвремени В этом межвремени Ты можешь делать То, что ты не мог Делать в реальном мире Где у тебя Телефоны Срочная работа И так далее Вот почему поезд Это для книги Между прочим Это очень простая идея Очень техническая А зачем нам Собственно В спальных вагонах Телевизор Книга там будет Выглядеть Значительно лучше Я уже не говорю о том Поверьте Я исследовал Этот вопрос 95% Пассажиров Первое Что делают Заходя В купе Это выключают Телевизор Остальные Опять просто Не видят Что он работает РЖД нас Слушает Анна Так А какие Вы видите Возможности Для себя Как писателя Уж тогда В истории Когда у человека Открывается Это пространство Межвремени Мне это очень понравилось Замечательный образ Но больше того Если мы посмотрим Что железные дороги Могут превратиться В такого Культурного оператора И у нас этот процесс Сам Получит новый смысл Можно я пожалуйста Скажу Не как автор Романов А как рекламист По профессии Вот Денис Тут сказал Одну совершенно Неправильную вещь С которой я Хочу не согласиться Денис Котов Только что сказал Мы все Мечтаем Иметь возможность Прочитать 12-15 книг в год Так вот Беда в том Что Денис мечтает И я мечтаю И многие мечтают Но Боюсь Что процентов 80 Еще не мечтают Об этом Им даже В голову Это не приходит Поэтому Я бы Знаете О чем подумала О такой большой Имиджевой Рекламной компании Что поезд Идеальное место Для чтения Что читать В поезде Это хороший тон И что раз Ты попал В это Безвременье Используй его И в принципе Если уж Брать совсем РЖД В поездах С интернетом Плохо Вообще Его вырубить И поэтому Ну ничего Уже Другого Не останется Да Digital detox Такое Отключение Интернета В пользу книги Запретители А я все думал Для чего Государственная Дума Здесь с нами Они вот Любители Запрещать Вот я к тому же Не надо Я бы все Коллег уговариваю Не запрещать А вы им Просто сейчас Даете Кардблач На еще один Законопроект Спасибо вам Большое За эту реплику Все У нас сегодня Мир парадоксов Понимаете Я бы тоже Сказал Что Мне куда Больше Импонирует Идея Дать людям Это Как мечту И соблазн Это же удовольствие Получите Это удовольствие А запретов Мне кажется У нас достаточно Вот Особенно с тем Что тут уже Заговорили Что ютюб Надо отрезать И в общем Боже мой Успокойтесь Хочется сказать Мне Так Александр Прошу Да Я расскажу Вам пример По поводу Того Как Значит там Бороться Или не бороться С телевидением И прочее Значит Мне раздается Звонок И очень приятная Женщина Говорит Вы знаете Вы ведь Член Всесоюзного Конкурса Детей Любителей Книги Нужно Отобрать Кого-то Я говорю Значит Давайте Вы меня Уволите От этого Дела Потому что Я буквально Накануне Посмотрел Интервью С тетеньками С тетеньками Которые Сидят На Щелкунчике Они все Говорят Мы не можем Ничего делать Мы в слезах Потому что Они все Хорошие Как ты можешь Сказать Что это ребенок Плохой Это лучше Это невозможно Я поэтому Говорю Вы знаете Не надо Я не буду Нет Вы не бойтесь Мне сказали Вы не бойтесь Значит У нас есть Тысяча буктрейлеров Мы вам сотню Отберем Вы выберете Я сделал вид Что я понимаю Вообще О чем речь идет Я думаю Что это такое Я вообще не понимаю Значит И мне прислали Эти сто Эти буктрейлеров Это дети Со всей страны Я сейчас Объясню Почему я это рассказываю Значит На самом деле Это удивительная Совершенная вещь Это максимум Три минуты Рассказа о том Почему книгу Вот эту книгу Надо прочитать Это дети делают В школе Это видео Причем там есть Одни рисуют Другие там Спектакль Типа иммерсивного делают И когда Состоялся Этот конкурс Значит Все Там нужно было Награждать детей Я никак не мог понять Значит Дети из Калининграда Дети из Омска И Томска Одни и те же книги Взяли Понимаешь Ну по-разному сделали Они не могли общаться Я спрашиваю этих ребят Вы читаете книги? Они говорят Да Я говорю А какие? А только те Про которые есть буктрейлер Вот Я говорю То есть А вот аннотацию А вот аннотацию Мы вообще не читаем И я вдруг понял Что да Вот он посмотрел Почему ее надо прочитать Я к тому Чтобы для того Чтобы увлечь Да людей Особенно в молодое поколение Там надо что запрещать Это вообще самое плохое дело Значит Это нужно наоборот Использовать эту технологию Но это на самом деле потрясающе Потому что когда я работал на телевидении У меня был такой период Я работал с Игорем Масленниковым Совершенно замечательным нашим режиссером И я все время говорил Знаешь Что-то я хочу придумать Какую-то вещь Которая не экранизация Потому что Я экранизации ненавижу Потому что я вот этого героя вижу так А режиссер видит по-другому Ну это другое Вот какую-то вещь Которую можно соединить И книгу И видео Вот что-то такое И вдруг эти дети Которые все это сделали Мне показали Как это можно Я был просто потрясен Потом я узнал Что во всем мире Уже давно не существуют Эти буктрейлеры Вообще там везде И всюду И я был просто поражен Начиная с того Что ты заходишь В каждый магазин В каждом магазине Есть вот такая штука Да Что там надо показывать Вот они заходят в магазин Там тысячи книг стоят Ни один нормальный человек Не поймет Что это такое Вот для этого и существует Эти буктрейлеры Которые рассказывают Почему Нужно вот эту книгу Взять и почитать Эти детишки Им там брать нечего Они говорят Да мы вот читаем Поэтому да Мы посмотрели Я не помню там Какие там эти всякие книжки Там половина дурацких Но они делают Знаешь Вот С душой Это самое главное Спасибо Ксения Ну у нас Что-то Без государства Трудно происходит Вообще Вот Я уже В логике Слава Богу Не запретить А наоборот Поддержать Тем более Вы в комитете По науке Высшему образованию Да А правда Надо затевать Тогда какую-то Компанию Которую вот Только что Анна сказала Ну во-первых У нас Очень Много всего Уже создано Вот скорее Знаете Нужны нам Я об этом говорю Часто на разных площадках Что для наших Государственных программ Нужна хорошая Пиар-компания Потому что Меры поддержки Существуют Есть огромное Количество людей Которые создают Даже маршруты Путешествий Со смыслом С книгами С театрами И со всем остальным Но очень трудно Доходит информация До адресата И вот в этом Сложность Мы же каждый Живем в своем Информационном пузыре И благодаря Новым технологиям Наша Даже лента В любой социальной Сети формируется На основе того Что мы уже смотрели А не чего-то новенького Вот как пробиться Сейчас сквозь Вот этот вот Толстый слой Этого самого пузыря Вот эта большая задачка И здесь Это скорее Не про новую программу А вот как раз Таки Отдельная Наша с вами Сессия С мозговым штурмом О том Как достучаться До аудитории С которыми Мы хотим Читать вместе И обсуждать Эти книги Но вот У меня Абсолютное согласие Здесь С Александром Что Что важно Тех ребят Кто уже читают Привлекать к тому Чтобы Другим об этом рассказывать Вот мы так делаем В образовательных проектах Делаем так В проектах по путешествиям Что мы берем Лидеров мнений Из целевой аудитории Которая нам нужна И отправляем их В это большое путешествие По стране Чтобы они своим сверстникам Рассказывали о том Как это доступно и можно И вот здесь Наверное Было бы здорово Таких наших ребят Посадить В этот самый поезд Который поедет По всем городам Который уже известен Для своей аудитории Там От 14 до 25 лет Чтобы они стали Тоже в том числе Такое слово модно Амбассадорами Этого самого поезда И рассказали Об этих путешествиях И чтобы наш там Будущий поезд Который упадет Еще через год Уже пополнился Вот такими Ребятами Которые со стороны Увидели А вот как бывает И может быть с нами Тоже все эти 12 дней Проехали Спасибо Мне кажется Не амбассадоры А сказители Сказители Вчера Госдума Во втором чтении Приняла закон Который теперь Уже пора Начинать с себя Вытравит из нас Ну я не знаю Денис Тут знаешь Сказители и сказочники Да Мы можем начать запись И посмотрим Сколько запишется В сказители Сколько в амбассадоры Я тоже хотела сказать Что нам нужно придумать Какое-то вкусное слово А желательно Чтобы разрешать Спросить у людей Как бы они хотели Чтобы мы их называли Для того Чтобы они стали сопричастными К этой самой истории Вот есть над этим Волшебный проводник Помощник И так далее Много разных слов Приятных есть Мне кажется Самое простое Это слово Книжник Книжник отлично Вот это очень классное слово Там есть опасность Слово черное добавить Понимаешь Нет Это все устаревшие форматы Уже Да Сергей Борисович Пожалуйста 30 секунд С учетом того Что по разным отчетам В русском языке От 30 до 90 процентов Слов являются заимствованными Мне крайне интересна Будущность Принятого дума И решения Я все расскажу Там все не так страшно Вы потом просто Подходите Хорошо Слава Богу Да Это спасибо вам огромное Я уже не буду Сейчас вспоминать Классиков Сколько французского У Толстого Ну и так далее Коллеги У нас остается буквально Несколько минут Я прошу сейчас Еще один раунд Мы сделаем То что вам кажется На горизонте Ну вот скажем Полугода Года максимум Что стоило бы сделать Чтобы вот эта ассоциация Стала реальностью И мы идем в обратном порядке Потому что хочу Чтобы зафиналил у нас Денис Ксения 30 секунд Ну что Сходу Без подготовки Что еще нужно сделать Чтобы это стало частью Но вот Я уже сказала Про молодых ребят И про новых союзников Новые сообщества Которые Вокруг себя Объединяют людей По интересам Вот мне кажется Что нужно пойти В это расширение Для того Чтобы Те люди Кто в том Петербург Город сообществ Нам нужно больше Сообществ Которые станут Частью этой истории Подтягиваем молодежь Да Спасибо Не только Не только Хорошо Если есть с нами Наша участница онлайн Юлия Зайкова Дайте нам пожалуйста Возможность Ей тоже задать этот вопрос Юлия Вы слышите нас? Нет Она уже с нами Не на связи Хорошо Спасибо Александр Вы знаете Я всегда На самом деле Оптимист Когда появилось Кино То все пророчили Смерть театру Все Театр должен умереть Когда появилось Телевидение Все сказали Что театр И кино Тоже умрут Да Но видите Все живет И существует Поэтому я В отношении книги Это совершенно Удивительная вещь Я просто не хочу Сейчас долго Распространяться Поэтому Но мне самое Я считаю Что самое главное Это нужно использовать Все эти Не бороться А использовать Все эти новые технологии Вот такие Например Как то же самое Создание этих буктрейлеров Для того Чтобы привлекать Народ И чтобы им было интересно Спасибо Анна Ну Мне кажется Что действительно Нужно Какую-то умную И тонкую Рекламную кампанию О том Что читать Модно А читать В поезде Действительно Удобно И это Лучшее место Для чтения Придета Сергей Для нас Прогностиков Довольно Необычными вещами Было Две Конструкции Которые Не попали Ни в один Тренд А при этом Очень реально Это Ренессанс Библиотек В десятые годы Прошлого Уже этого Извините Века Библиотеки Неожиданно Снова Стали Центрами Притяжения Людей Это связано С тем Что у них Изменилась Культура Работы С книгами Добавилось Видео Добавилось 3D И все Прочее Но библиотека Остается Сделанной Вокруг Книги Второе Между прочим Ренессанс РЖД Огромный механизм Чтобы было понятно Как мы Книжно Обслуживаем Жителей Там Деревни Вартимяги Там по-моему Нету Электрички Но Не знаю Гатчины Да Условно говоря И Жителей Крупных Городов Там Московского Вокзала В моем Понимании Должен быть Золотой Книжный Стандарт РЖД Который Включает В себя И сервисы И набор Доступных Книг Которые Обновляются И на мой взгляд Для государства Это тоже На самом деле Мощный Механизм Для исполнения Указа Президента 9 ноября О Духовно-нравственных Ценностях Которые Был опубликован Потому что Без книг На мой взгляд Никакие Духовно-нравственные Ценности Не могут Проникнуть Глубоко В сознание И быть Интегрированными Слушайте Нам всегда Удается Объять Необъятное От Нехватки Некоторого Хаоса Как прозвучало Здесь В начале До Даже Помянули Указ Президента Ну Собственно Мне-то Кажется Что Если Это С одной Стороной Денис Говорит Верно Потому что Это должно Быть Организовано Как процесс И Для того Чтобы РЖД Включилось И какие-то Бумаги вышли Рескрипты Все соответствующие Все понятно Но С другой стороны Мне кажется Такое встречное Движение Это Красивая Соблазнительная Идея Этот образ Удовольствия От книги В поезде Вот Я думаю Что вот так Примерно Спасибо огромное Спасибо всем Участникам Редактор субтитров